Погрузка боезапаса Все имеют свои сроки, даже железо И у торпеда есть тоже свой срок хранения на лодке Поэтому мы осуществляем погрузку-выгрузку, когда заканчивается срок изделий Давайте начинаем ставить туда Правильно, записать в журнал начата установка ТПУ Специально для подводных лодок нашего проекта было придумано торпедопогрузочное устройство Потому что на всех остальных лодках, на дизельных, которые раньше были там У них был торпедопогрузочный люк, он вот так вот открывался, клавалась торпеда и она заходила в отсек А вот это единственная лодка, для которой сделали торпедопогрузочное устройство Оно сейчас цепляется в нос, потом уже на него кладут торпеду и торпеду заталкивают в отсек Это гораздо больше неудобно, аккуратно Да, чуть-чуть Вы давайте длинномер подгоняйте, мы сейчас будем уже готовы изделия подавать Да, да, да Что такое, минер? Все, встал, да? Все нормально Дочекомандир, все, поставим Минер, готовы, нет? Готов! Стоп! Подаем! Подаем! Стоп! Минер, что случилось? Не знаю, я ж не там Центральная, на торпедной палубе спросите, там что-то случилось? Почему торпеда встала? Самая опасная, потенциально опасная работа – это оружие А с оружием всегда опасно работать Даже палка стреляет раз в год Центральный Центральный Ну, что там на торпедке? Посматривают Им что-то не понравилось, они остановили, или что? Нужно понимать, что он несет у себя определенный килограмм взрывчатого вещества Если произойдет взрыв, то погибнут лодки Случай был с подводной лодкой, которая в 61-м году Уже загруженная торпеда у нее взорвалась И помимо того, что погибли люди на лодке, на самой мещу Погибли люди на соседней лодке Которая тоже затопила у нее первый отсек А взорвалась всего лишь одна торпеда внутри отсека А если взорвется снаружи лодки, то будет очень плохо Заодно В предъявлении один стрелок По всему миру Перевод jazz Перевод If you look at your screen Которая�zie Общ hvad Якобы Вот он. Через час, сдача зачета пункта вот этого вот. Просто нереально выучить за час весь тот объем, который он мне задал. Я лично знаю свои способности, я не успею, конечно, это сделать. На месте. Стой. The new Marine recruits are training on the firing range. Напоминаю, правила выполнения упражнения. Выполняем упражнение на дальности 100 метров. Прицел 4. Так как на дальности 100 метров траектория полета пули превышает линию прицеливания на 24 сантиметра. Как раз получается от нижнего обреза цели до центра десятки 24 сантиметра. В идеале целимся под обрез, попадаем в центр десятки. На исходный рубеж шагом марш. Побыстрее. Ствол смотрит в сторону мишени. Гвардия-матрос Михеев к бою готов. Гвардия-матрос Ерикин к стрельбе готов. Гвардия-матрос Рейск к стрельбе готов. Красный. По своим мишеням. Одиночными. Огонь. Во время стрельбы появляется чувство драйва какого-то. Тебе бьет отдача, глушит уши. По голове мыслей вообще никаких нет. Ты просто выполняешь какое-то действие. В данном случае это действие была стрельба. Гвардия-матрос Михеев стрельбу окончил. То, что глушит, да, это плохо. При стрельбе надо открывать рот, чтобы не гнуть. Не так сильно глушило. Разряжай оружие к осмотру. Пуск, выстрел. Осмотрено. Осмотрено. Своим мишеням шагом марш. Мы стреляли из автомата Калашникова. Я остался как-то равнодушен к этому. Мне что-то не очень так понравилось. Ну, что такого пострелять из автомата, вот лично для меня сейчас. А ребятам как бы они стали под впечатлением. Все сказали то, что нам нравится. Почувствовали себя воинами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Фамилия? Рейс. У меня получилось стреляться на, по-моему, 125 очков. Оценка отличная. Я даже удивился, потому что предыдущие стрельбы, они... В общем, их я сдал на троечку. Тут я свои результаты подтянул довольно хорошо. И Аким, и Леха тоже в этом плане отстригли кое-каких успехов. Фамилия? Еритин. 117. Оценка отличная. Нихеев. 113. Оценка отличная. Ну, несмотря на то, что мы осложили только пару месяцев, стрельбы показали результат не намного хуже, чем многие контрактники. В этом плане огневая подготовка, она здесь на высоте. Субтитры создавал DimaTorzok. Встреча с Субтитрой, Субтитры создавал DimaTorzok. Встреча с Субтитрой, Субтитры создавал DimaTorzok. Это было в августе 1941, что социальная машина, С-6, потерял. Субтитры создавал DimaTorzok. Прошу считать открытым. 22 июня 1941 года подводная лодка в результате авианалета С-6 получила повреждения. Несмотря на ранения, командир продолжал управлять кораблем, перемещаясь по подводной лодке на руках уличного состава. С-6 потоплена авиацией 30 августа 1941 года. Вечная память. История войн не знает таких тяжелейших условий, в которых действовали подводные лодки Балтийского флота. Топили фашистские корабли и суда повсюду, в том числе и у берегов Германии. Флаг приспустить! Головные уборы снять! Винок на автобусе вас ложить! КОНЕЦ